Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, к сожалению, виртуально находятся замечательные гости, мои друзья, коллеги, политолог Александр Цинкер и писатель, публицист, сценарист. Марк Котлярский. Добрый день, друзья! Добрый день! Тему разговора нам сегодня подсуропили русскоязычные средства массовой информации, но из солнечного Азербайджана. Дело в том, что там на демонстрацию протеста против присутствия российских войск в Нагорном Карабахе вышли местные жители, они несли транспаранты «Путин, уходи, Россия вон, нам поможет Турция». При этом они размахивали флагами помимо азербайджанских и турецких, пакистанскими и даже украинскими. И в связи с этим возникает вопрос не только об Азербайджане, но и о других ныне свободных странах бывшего Советского Союза. Россия полностью потеряла контроль над ними или пока еще какие-то шансы на то, что Россия на что-то будет на постсоветском пространстве влиять еще остаются? Саш, Цинкер. Ну, ты знаешь, это довольно-таки большой и долгий вопрос. Мы могли бы очень продолжительное время заниматься им, обсуждать. У нас 20 минут есть. Как это получилось, как Союз развалился, что получила каждая республика, начиная от России, потому что Россия тоже как бы одна из создавшихся новых. Но я одну вещь такую хотел бы вас, чтобы обратили внимание. Сегодня, когда изучаешь ситуацию или положение в любой стране, я обратил внимание на вот такое интересное направление, историческое. Каждая страна пытается как бы забыть вот этот период, который они были в Советском Союзе, вспоминая историю свою, начиная с 11, 15, 17 веков, что вот тогда было создано, ну, подобие государства или псевдогосударства, или были в рамках какого-то другого государства. И вот история идет оттуда, и да, какое-то непродолжительное время мы были вот в этой Советской империи, из которой мы вышли, и вот мы сейчас продолжаем свою работу. Да, но до Советской империи они были в Российской империи. Вот, они как бы многие забыли, когда они были, кто они были, что некоторых стран вообще не было. И там, например, без обид Центральной Азии, я как бы читал исторические материалы, как эти страны появлялись, как определялись границы, когда рисовали просто на карте, это будет такая страна, а это будет такая страна. То есть, и мне кажется, вот здесь большая ошибка была России, которая должна была понять, что когда вот эти страны все получили, как говорится, свободу, и если раньше только один генеральный секретарь хотел стать президентом, то тут сразу 15 первых секретарей, они, может быть, за исключением стран Балтии, там немножко по-другому они пошли, тоже захотели стать президентами, и поэтому так быстренько это все распалось. Причем, по большому счету, по-разному сложилась ситуация в каждой стране. Допустим, опять та же Прибалтика, ей помогли Европа, Америка, и они экономически как бы развивались в этом направлении. Ну, если опять же оттуда сказать, Молдова не состоялась экономически, Украина не состоялась как институт государства, я бы сказал. Ну, Молдова, наверное, тоже не состоялась. Вот, нет, ну я там, я говорю, еще экономически там практически денег нет, одна из беднейших, в общем-то, стран. Белоруссия, вот игры с этим, со союзным государством, с Россией, тоже, в общем-то, ничего интересного не дало. На Кавказе другая ситуация. Армении распад ничего не дал из-за проблемы с Карабахом. Грузия, с одной стороны, она должна быть в каком-то большом, в какой-то экономической группе быть, но в Евросоюз ее не взяли, в Евразийский союз она сама не хочет. Более выгодная ситуация у Азербайджана была, потому что там нефть. А центральные страны, центральной Азии, я уже сказал, в общем-то, те, у которых были какие-то ресурсы, как Казахстан, как Узбекистан, они, в общем-то, получили какое-то развитие, у остальных свои проблемы. И, естественно, в первую очередь они смотрели, что им дает Россия. Когда они видели, что на каком-то этапе, кроме исторического единства, что они были когда-то вместе, и географически они вместе, не очень выгодно иметь какие-то связи с Россией, они начали искать связи с какими-то другими странами. И это естественный процесс, потому что каждая страна принимает решение, в первую очередь, то, что нужно ей. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что идет такой распад. Ну а то, что в каких-то странах, как ты начал с того, что там выходят на демонстрации, ну это, наверное, происходит только в каких-то таких экстремальных ситуациях. В нормальной жизни, в общем-то, люди на улицы не выходят, и мне кажется, если это не какая-то цветная революция. И таких, в общем-то, требований не бывает. Теперь я обращаюсь к Марку Котлярскому. Марик, я тебе приведу противоположный пример, с которого начал при разговоре с Александром. В Ереване примерно то же самое требуют, чтобы Россия вышла из Нагорного Карабаха, чтобы они смогли лицом к лицу столкнуться со своими азербайджанскими братьями и выяснить, кто из них прав, а кто виноват. У меня в связи с этим к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, в сегодняшней России вообще понимают, для чего им нужно постсоветское пространство? Может, действительно оно им нафиг не нужно? И все само пойдет? Я думаю, что тут действительно, как Саша Цингер правильно сказал, вопрос достаточно сложный. О нем можно было вообще действительно посвятить не просто отдельную передачу, а цикл передать по большому счету. Понимаешь, вот ты задаешь вопрос, а хочет ли Россия? А что мы подразумеваем под Россией? Что такое сегодня Россия? Кто такое сегодня Россия? Россия-то Кремль? Или Россия до Садового кольца? Или Россия до Москвы и Ленинграда? Что мы вкладываем в понятие Россия? И когда мы говорим о России, кого мы подразумеваем? Мы подразумеваем, как помнишь, да, в этом знаменитом? Мы говорим Ленин, подразумеваем партию, мы говорим партию... Не, Мария, когда мы говорим Россия, мы подразумеваем прежде всего власть. Окей. Ты прав, Кремль, прежде всего Кремль, который определяет стратегию, тактику развития страны, своей. Совершенно верно, Кремль знает, что он хочет. Безусловно, Кремль хочет по-прежнему гегемонии, Кремль хочет по-прежнему подчинения, Кремль по-прежнему не оставил своих имперских замашек. И проблема, на мой взгляд, состояла в том, вот Саша затронул этот вопрос, да, проблема состояла в том, что все-таки 70 лет эти государства, бывшие республики, находились в определенной связке. Были созданы специальные, были созданы очень мощные экономические связи. Марик, больше 70 лет. Если мы берем Российскую империю, то гораздо больше. Да, Российскую империю брать, то гораздо больше. Мне кажется, что было в свое время забытое предложение Горбачева, то есть не торопиться с этим распадом и развалом, а сделать что-то наподобие швейцарских кантонов, где как бы, собственно говоря, в Швейцарии каждый кантон сам по себе независим, он как бы, так сказать, не ориентируется на центр, но в то же время сохранить вот эти старые связи экономические. И это было, на мой взгляд, это было хотя бы, если бы назвать это переходной период, то это было правильное решение. И вполне возможно, не было бы никаких вот этих эксцессов и встрясок, которые переживает постсоветское пространство. Да, давайте действительно посмотрим, что происходит. Молдавия разделена на две части. Украина разделена на две части. Крым, значит, отошел к России, понятно, каким путем и так далее. Значит, Азербайджан и Армения 30 лет не могут найти общего языка. То есть, по сути, да, скажем, среднеазиатские республики превратились, собственно, они такими и были, так сказать, феодальные государства с феодальными устройствами, да. То есть с разной степени феодализма там. Кто-то золотые скульптуры ставит там, кто-то запрещает обращение валюты, кто-то там еще что-то делает. То есть каждый изгаляется как может, да. То есть, по сути, да, как ни парадоксально. Кстати, насчет Прибалтики, да, вот я как бы в какой-то мере согласен, Саша, в какой-то мере нет. Прибалтика очень надеялась на Запад, это безусловно. Но, к сожалению, из того, что я во всяком случае читаю, говорю с людьми и так далее, она не очень-то оказалась нужна Западу. То есть и Прибалтика, и страны Балтии, как правильно сейчас принято говорить, оказались в результате с задворками Европы. То есть как бы и Балтия не выиграла особенно, тоже как бы вот от этого стремительного распада. Криков было много, радости было много. Но вот то, что сейчас происходит, скажем, вот в Эстонии, например, и в Литве, насколько мне известно, ситуация экономическая очень непростая. Очень непростая. Понятно, что они обрели независимость, и слава богу, что они обрели независимость. Но какая-то голова на плечах должна быть. И Россия в этом плане, к сожалению, могла бы, будучи как бы, да, нашли из империи, могла бы сыграть конструктивную роль, если бы не давила своим весом. А может быть, так сказать, вела бы какие-то конструктивные переговоры. Как не смешно, но вот этот лозунг из мультика «Ребята, давайте жить дружно», он, в принципе, достаточно актуален сегодня. То есть, окей, казалось бы, все, 15 республик, теперь 15 самостоятельных стран. Что им мешает в начале 21 века найти какой-то консенсус? Что? Марик, спасибо за твое мнение. Я единственное надеюсь, что когда ты говоришь о том, что, слава богу, республики, бывшие республики Советского Союза, республики Прибалтики, страны Балтии обрели независимость, ты не имеешь в виду под богом господина Горбачева. Это отдельная тема. А у меня, Александр Цинкер, Саш, к тебе вопрос. Ты сказал о том, что ищут независимые республики, ищут какие-то свои выгоды. Вот в данном случае, а что может Россия предложить независимым странам, кроме того, как было сказано недавно, остроумно, кроме скидки на газ и кроме бессмертного полка? Смотри, опять же, тут несколько проектов. Ты вспомнил, и я бы еще один проект вспомнил, который, мне кажется, неудавшийся. Это так называемый «Русский мир». В этот проект... Ну, это и есть. В «Русский мир» вот этот проект было вложено очень крупные деньги, и так получилось, что я говорил с руководством этого проекта. Так, случайно, по-моему, на Родосе или где-то там мы пересеклись и общались. И я честно сказал, вы знаете, это просто... Ну, я не хотел говорить, что куда-то деньги уходят, и я не занимаюсь поиском коррупции в каких-то структурах российских. Я говорю, это деньги уходят на ветер. Пользы от этого проекта, который вы делаете, нет, а иногда еще и вред от него. И мне кажется, сейчас, что происходит в России, по-моему, они наконец-то поняли и хотят немножко перестроить, в общем-то, это функционирование вот этого проекта. А то, что ты говоришь, смотри. Вот Марик правильно сказал. 70 лет все страны, все республики были пересечены. Я помню, я когда жил в Армении, я помню, там Чересаванский завод поставлял какие-то автопогрузчики по всему Советскому Союзу. А что-то мы получали из Белоруссии, что-то шло, там, я не знаю, из Урала на Украину, вино из Грузии, из Молдовы. То есть, значит, какие-то проекты, которые совмещали мощности и функциональные направленности в разных странах, они были, и они были заложены. И вот действительно из-за того, что было все разрублено, вот получился вот этот хаос. То есть, сегодня, опять же, можно делать совместные проекты и получать прибыль как России, так и какого-то другого нового государства, если они вместе будут кооперироваться. Мне кажется, такие возможности раз были при Советском Союзе, то сейчас, когда свободная экономика, когда не надо на партийные собрания ходить и выслушивать, что там по партийной линии говорят, с точки зрения экономики, всегда можно находить вот эти взаимовыгодные проекты и их развивать. Когда все республики будут видеть, что не надо бояться российского бизнесмена, который придет и скупит все интересные проекты, которые у них в республике есть, то есть, я имею в виду производственные мощности, будет работать на себя, если они увидят, что эта польза и для них идет, то тогда, может быть, оно вместе бы и начало работать. И тогда бы, чтобы повернуться на какое-то отдаленное, пусть очень даже демократическое государство, люди бы задумывались, потому что если газ можно или нефть можно получать рядом, то не надо задумываться, что есть в Америке сланцевый газ или сланцевая нефть, что там, и оттуда везти кораблями. То есть, насколько это выгодно. То есть, было бы выгодно, естественно, что-то получать здесь. То есть, надо было убрать вот это, во-первых, имперское давление, надо было перейти на уровень взаимоотношения, партнерства, и искать выгоды. И в данной ситуации вот этот Евразийский союз экономический, вполне возможно, он бы, может быть, и дал бы что-то. Пока он, в принципе, в зачаточном состоянии, решаются вопросы каких-то налоговых систем, чтобы не было двойного обложения, еще чего-то. Но он должен был заработать давно и более эффективно. И тогда бы от экономики мы шли бы в политику, как принято, в общем-то, в классических политтехнологических книгах. Марик, хочу тебя спросить относительно выгод. На примере в данном случае легче всего об этом говорить. О Белоруссии, где происходят протесты уже в течение многих месяцев. А президент страны вновь заговорил о многополярности экономики, развития страны и так далее. После того, что произошло, вернулся к риторике предвыборной своей. Не кажется ли тебе, что те процессы, которые происходят в Белоруссии, во многом все-таки обусловлены тем, что в стране подросло уже третье поколение, фактически, которое не знает советского прошлого. И для них, скажем так, российские какие-то цивилизационные ценности представляют не более чем какую-то эфемерность. Отсюда все вот эти вот волнения. Ну и так, да, ну да, третье поколение, как ты говоришь, нынешнее поколение, которое вообще родилось там, те же миллениалы, так называемые, которые родились в 2000 году, скажем, да, им сейчас 20 лет. Да, да. То есть это, в принципе, взрослые сформировавшиеся люди практически, да, 20 лет, компьютер, интернет, как бы, они, так сказать, нагружены информацией больше, чем любой кто-либо из нас. Другое дело, что очень многие из них интеллектом хромают, то это неважно, как бы, с точки зрения информационной наполненности, они, я думаю, превосходят многих из нас, то есть получение информации и так далее. Мир сегодня это глобальная большая деревня, да, интернет это глобальная большая деревня. То есть, как бы, они знают, как живут их сверстники на Западе, в Америке, в других цивильных странах, и поэтому понятно, что для них вот это проживание, это, так сказать, в 19 веке, в 20 веке, и то, что происходит в Белоруссии, это вообще, как бы, даже не 20 век, да, это 19 век, вот диктатор какой-то появился, который 27 лет, там, сколько он там, правит страной, так сказать, делает все, что хочет, проиграл выборы, не хочет даже вообще уходить до сих пор, как бы, и все это продолжается, как бы, для них это дико, им это не объяснить, как бы, да, им не понять, что, на самом деле, время другое, это то время, которое было, там, советское время, 70-е, 80-е годы, в которых мы жили, оно уже ушло, его уже больше нет, тут есть другая опасность, о которой мы пока не говорили, и опасность эта намного мощнее, вот я думаю, эту опасность эти молодые люди понимают, опасен не диктатор Рукашенко, в конце концов, еще полгода он уйдет, так сказать, я уверен, что он уйдет, да, так сказать, уйдет, и Путин, там, в январе, феврале, когда, они все уйдут рано или поздно, опасность заключается в другом, опасность заключается в экспансии Китая, вот где дается опасность, Китай сегодня представляет угрозу цивилизации, на мой взгляд, потому что вот этот китайский план, одна страна, один путь, так называемый, да, который они реализуют повсеместно и со страшной силой, как бы, куда опаснее, чем все остальное, чем даже беспорядки в Белоруссии, хотя, опять-таки, конечно, важно, чтобы в Белоруссии пришла, так сказать, наконец, законная власть, которая навела там порядок, то есть, но, как бы, вызовы сегодня, мировые, совсем другие, вызовы сегодня, это китайская экспансия, вызовы сегодня, это ситуация в Америке, когда демократическое общество, которое мы считали, так сказать, американское, оказалось вообще раздробленным на две части, если верить действительно, что налицо фальсификация и там подделка там этих голосов, то Советский Союз вообще, так сказать, кажется невинным ребенком, и Россия, по сравнению с тем, что происходит в Америке, вот где уж поляризация общества настолько мощна, что уже поговаривают вообще даже о развале Америки, кстати, что вполне возможно может быть, то есть мы сейчас стоим совершенно перед новыми вызовами, да, так сказать, мы стоим, и мы понятия не имеем, я думаю, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, и если мы не найдем какого-то консенсуса, да, то я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Марк, спасибо, Александр, спасибо за ваше мнение, ну я надеюсь, в Кремле посмотрят и прислушаются к вам, мудрые мысли были высказаны, спасибо, спасибо, всего самого доброго, будьте здоровы, и до новых встреч, спасибо. До новых встреч, всего доброго. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова